Встреча с Казань Встреча с Казань Встреча с Казань И последний пункт, абсолютный полный приоритет, особенно после того, как большой скептицизм вызывает евросоюзную направленность турецкой политики, это членство в НАТО. Это абсолютный приоритет. При том, что многие специалисты, в частности, очень известный Дэвид Филлипс, он открыто высказывается, пишет о том, что Турция недостойна быть членом НАТО. Естественно, это так, единичные голоса. Но с турецкой стороны наоборот. Это полный и абсолютный приоритет. Извините и спасибо. Спасибо большое. Я думаю, мы подходим к завершению. Пожалуйста. По крайней мере, в количественном отношении являются сирийские сунниты. И второй тезис, связанный, наверное, с первым. То, что есть некие универсальные ценности, о которых мы иногда забываем. Это прежде всего право на жизнь, право на достойную жизнь, на равенство перед законом и судом, на уважение своих отличий. То есть там, где мы не нарушаем свободу другого человека, наши права должны быть соблюдены. И вот буквально через несколько месяцев пройдет юбилей этого события. В мае 1917 года в Москве в доме Садулаева произошел первый всероссийский мусульманский съезд. И когда пришел представитель Временного правительства и сказал, вот мы решили ваши вопросы, мы дали вам религиозную свободу, ему было отвечено, что 15 миллионов российских мусульман, у них есть политические, у них есть экономические, у них есть социальные права и особенности. И все эти проблемы должны рассматриваться в комплексе, с одной стороны. А с другой стороны, у всех у нас есть единая страна, эта страна называется Россия. Ну, тут также поднимался вопрос о стандарте. В последние годы муфтиатом в республике был разработан стандарт высшего исламского религиозного образования, он реализуется в курируемых муфтиатом учебных заведениях. Конечно же, сейчас идет вопрос согласования стандарта с Министерством образования по-среднему. Они вот никак не решаются, не хотят принимать участие. Сверху глава говорит, давайте быстрее, а вот мы подготовили, направили, вот сейчас, не знаю, на каком этапе, на каком уровне. Более того, они предлагают со своей стороны, пока только предлагают на уровне устной договоренности, потому что как только доходит до каких-то практических моментов, сразу вопрос денег касается, а денег нет. То есть это вопрос о внедрении рабочих профессий в исламских мадресы. Ну, говоря о преподавании в исламских вузах, акцент делается на классические труды видных исламских ученых всех перед восстановлением развития исламской науки. Вся образовательная литература в исламских вузах Дагестана по исламскому праву представлена книгами видных, признанных исламской умой ученых четырех правовых школ масхабов. Это имам Абуханиф и Малника Шафии Ахмада. Ну, конечно же, учитывая то, что в Дагестане больше разница шафийский масхаб, больше внимания уделяется правовым школам имам Абуханиф и Ахмада Шафии. Ну и отчасти в некоторых районах имама Абуханифы. Учебная литература в области вероубеждения представлена трудами великих ученых Ашарицкой и Матуридийской школ, а также трудами великих суфей, все исламской умы в целом и дагестанских духовных наставников в частности. Далее, помимо религиозных дисциплин, в учебный план включен целый ряд светских дисциплин, здание которых очень необходимо, крайне необходимо современному богослову для дальнейшей успешной работы после завершения учебы. В частности, изучаются такие дисциплины, как историю России, страны арабского мира, историю Дагестана, русский язык, риторика, психология, педагогика, методика преподавания, информатика, иностранный английский язык, народная медицина и прочее. То есть для этого привлекаются, соответственно, светские, скажем так, специалисты. Ну, также, как и во всех классических вузах, студенты исламского вуза проходят практику, учебную на кафедрах вуза и педагогическую. В колледжах у нас есть, значит, при Дагестанском гуманитарном институте есть гуманитарно-педагогический колледж, студенты исламских учебных заведений проходят практику, в частности, в нем. И по завершению учебы все выпускники проходят двухгодичную полную практику в роли преподавателей, мэдресы, имамов, хатыбов по всей территории республики. Сегодня поднимался вопрос о том, кто читает лекции, кто их проверяет. Вот в этом направлении у нас правительство, есть комитет по свободе совести, взаимодействие с религиозными организациями, вот совместно с этим комитетом, мэфтият, ежегодно два раза проводит аттестацию преподавателей религиозных образовательных организаций, а сейчас и имамов всех мечетей. Ну, конечно же, у нас есть проблемы, но, наверное, основная проблема в наше время, ну, помимо финансовой составляющей, это проблема того, что в исламские учебные заведения, будь то мэдресы, будь то исламские вузы, поступают далеко не талантливые студенты, которые редко доходят до конца. И если поступают 100, до конца может дойти человек 10-15. Все остальные уходят, отсеиваются. И вот это основная проблема, и вот над этим нужно работать. Это вопрос престижа религиозного образования. Нам над этим нужно работать. Об этом я неоднократно говорил в своих выступлениях. То, что мы должны работать над популяризацией нашего отечественного религиозного образования, в том числе выполняя план мероприятий по подготовке специалистов с углубленными знаниями истории культуры и ислама. Ну, и еще один аспект, то, что наши имамы, наши богословы, наши студенты, обучающиеся в исламском учебном заведении, они параллельно обучаются в Дагестанском гуманитарном институте, который является участником того плана, о котором я говорил. И они обучаются по заочной форме в большинстве случаев, получают соответствующее образование, диплом. В том числе имеет возможность, вот мы аккредитовали и магистратуру по теологии, имеет возможность получить и диплом магистра у нас же в республике. Для этого, в принципе, созданы на сегодняшний день все условия. Ну, конечно же, проблемы у нас над престижем, популяризацией, чтобы к нам поступали талантливые студенты, которые смогут отстаивать позиции нашего отечественного ислама на любых площадках, а не только выходя перед своим джаматом, мечетей. И вот дальше вот его язык, красноречие не распространяется. Поэтому нам нужно работать над тем, что искать талантливых ребят, ну, какой-то целевой прием проводить и работать в этом направлении. Ну, конечно, говорить можно много о чем. У нас и курсы повышения квалификации проходят, и ежегодные имамы, и преподаватели исламских вузов в Мадресе. Ну, работа ведется, тут нужна помощь со стороны государства, сотрудничества. Мы это сейчас в республике только начинаем ощущать, и вот последние два года, думаю, на перспективу с помощью, ну, федеральной правительства оказывают поддержку теологическому образованию. Вот если, как в Татарстане, Российском исламском университете, вот точно так же нам в Дагестане будет местное руководство помогать, то, я думаю, мы проблемы решим уже очень быстро. Спасибо. Спасибо, Магомедов. Есть вопросы? У меня вопрос, все-таки, вот Дагестан, за Чечню ты уж не отвечаешь, ясно, да. Вот Булгарская исламская академия, ну, он заявлен на федеральный проект, неоднократно президента России Владимир Владимирович Путин об этом говорил, что необходимо открывать. Вот, все-таки, Дагестан как-то будет участвовать там об обучении? У вас там какие настроения? За всех, кто отвечает, вряд ли можно, но тем не менее. Несомненно, мы примем самые активные участия, Рафика Хазрада, в том числе, изучая Ханафитска и Масхад. Ну, и надеемся на то, что в Булгарской исламской академии будет все-таки изучение, проводиться обучение по двум направлениям, и Ханафитска, и Шафиитска, но мы не против изучения Ханафитска, в том числе. Можно я... Дагестан будет на перевод. Я со модератора тоже поправочку внесу, когда уважаемый Рафик Хазрад приглашает наших уважаемых дорогих дагестанских братьев принять самое активное участие в проекте Булгарской исламской академии, о чем свидетельствует вот та надпись, которую мы видим на экране. Я бы хотел все-таки, как человек, который принимал участие в разработке устава и регистрации этой уважаемой организации, внести все-таки поправку с тем, чтобы расставить точки над «и». Дело в том, что мы зарегистрировали в Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии с указом президента Республики Татарстан религиозную мусульманскую организацию, духовно-образовательную организацию Болгарская исламская академия. Она пишется все-таки через буковку «О». Поэтому не сочтите меня буквоедом, но эта буква очень важна, потому что на названии «Булгарская» через «У» на татарском «Булгар», а административно-территориальная единица – все-таки город Болгар. Поэтому, когда Талгат Хазрат Таджудин настаивал на совещании в присутствии Ментимир Шарипович Шаймиева о том, чтобы академия называлась «Болгарская», Ментимир Шарипович и Дамир Хазрат Мухединов, присутствующие здесь, все-таки заняли позицию, что она будет называться «Болгары», «Болгарская исламская академия». Поэтому, принимая активное участие вместе с нашими дагестанскими братьями, не будем забывать, что президент Путин, президент Мениханов создавали все-таки «Болгарскую» и «Исламскую академию» через буковку «О». Спасибо. Можно еще вопрос задать? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, принимаете ли вы в свою академию иностранных студентов? Спасибо. Кому вопрос? Рафин Хазрат, наверное, все-таки вам вопрос. Потому что я... Ну, у нас, например, иностранцами мы считаем пока этой страны Сенге. От них желающих очень много, особенно вот таджики полюбили Казань. Их очень много приезжает. Кстати, вот Казахстаном мы работаем очень интенсивно. У нас 300 студентов из Казахстана обучаются, но дистанционно. То есть дистанционная форма обучения. Но, естественно, Сенге с других стран особо, вот честно скажем, желающих учиться пока нет. Но будем надеяться, что вот после открытия «Болгарской» и «Исламской академии», в общем-то, эти желающие появятся, наверное. Но у вас в Дагестане тоже самое, наверное, скорее всего, да? Вопрос, пожалуйста, Фердаус Харманова. Фердаус Вагапова, Казанский институт культуры. У меня вопрос к уважаемому Магомеду Юсуповичу. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что ваши студенты еще заочно учатся в высших учебных заведениях, в светских учебных заведениях. Не предполагаете ли вы интегрированности в ваш ВУЗ, вот светского компонента для того, чтобы ваши выпускники выпускались, например, не только религиозными деятелями, но еще имели бы светскую составляющую для того, чтобы в обществе вести, так скажем, одновременно и работу со светской составляющей образования и религиозной? По крайней мере, унификация, универсальность, наверное, в наше время требуется. Но, Федорус Вагапова, этот вопрос на самом деле общий, не только Магомеду. То есть такая проблема есть. Вот, например, у нас тоже существует Российский исламский институт, который реализует государственно-образовательные стандарты, как Дагестанский гуманитарный институт. Мы реализуем теологию, экономику, лингвистика, журналистика у них тоже. И у нас есть сугубо религиозные. И мы даем возможность студентам, которые обучаются в религиозных, у них Дагестанский гуманитарный университет, мы тоже самое, чтобы они могли параллельно получать и светское образование, которое реализуется в наших вузах, но и, естественно, религиозное. При том, что я сказал, несмотря на это, в Исламском университете у нас ряд дисциплин, я даже перечислил, там довольно-таки большой ряд дисциплин светских. Они у вас выпускаются кем? Что у вас в дипломе бакалавра написано? У нас написано, ну там не бакалавра, они занимаются по форме специалитета, по окончании квалификации служителя культа ислама или преподавателя арабского языка и исламских наук. Да, представьтесь, пожалуйста, да. Сажида Баталова, автономия татар Бурятии, значит, Ассоциация народов Бурятии, председатель. Я бы хотела, знаете, о чем еще сказать? Вот все-таки вот в этих курсах, да, не хватает, наверное, социального ислама, не хватает инструментария для подготовки теологов, плюс, вот правильно сейчас сказала, значит, Фердаусь Ханума, в плане того, что нужно дополнительное образование. Они когда приезжают, замечательно вы их готовите к Рафику Мухаммедшевичу, значит, такой вот посыл, замечательно готовите, приезжают к нам эти имамы, но они не готовы выходить за стенки мечети, они не готовы решать социальные проблемы, скажем так. Было бы здорово, если бы они все-таки навыки проектирования получали, получали бы, как бы, вот какие-то навыки даже, может быть, маркетинга, вот как привлекать деньги, как, значит, работать с большой, значит, со своей умой, с махалей. И тогда было бы, наверное, ну, было бы более такой практикоориентированное еще образование, нам этого, честно, не хватает в регионах. И еще хотелось бы похвалить ваше хорошее, очень дистанционное образование, потому что вот сейчас у нас учатся студенты, у вас, мы, в общем-то, в Бурятии далеко от Казани, но, однако, очень четко идет обучение, то есть там хорошо разработанные курсы и вебинары и так далее. Поэтому вот здесь спасибо. Ну, проблема вот социальной ориентированности, ну, это проблема, по-моему, любого вуза, то есть специалист, где бы он ни учился, и в федеральном университете, и в другом, они, в принципе, не все полностью готовы работать. Ну, у нас такая проблема, конечно, есть, мы это понимаем, и поэтому, естественно, связи с духовным управлением есть, это вот больше надо. Но вы должны идти на два шага вперед, понимая значимость. Субтитры сделал DimaTorzok